Всем привет и добро пожаловать на канал Рептомир ТВ. В сегодняшнем небольшом уроке я хотел бы показать вам наглядно, как можно самостоятельно и в домашних условиях сделать отверстие в стекле. Итак, начнем. Чтобы сделать отверстие в стекле, нам с вами понадобится специальное сверло. Мы будем использовать коронку с алмазным напылением диаметром 8 мм. Есть и другие специальные сверла для стекол, но самый оптимальный вариант использовать именно такую коронку. Также нам с вами понадобится дрель, либо шуруповерт. Мы будем использовать электрическую дрель. Вставляем наше сверло, хорошенечко его зажимаем, чтобы сверло во время сверления не болталось, а было строго по центру. Вот так примерно у нас это все выглядит. Также нам понадобится с вами емкость с водой, чтобы остужать поверхность, которую мы будем сверлить, и само сверло. Прежде чем приступать к сверлению основного нашего элемента, необходимо подготовить вначале специальную заготовку. Для этого на небольшой кусок стекла с одной стороны мы наносим скотч. Он нужен для того, чтобы когда мы просверлим полностью отверстие, чтобы никакие кусочки стекла, либо там если вдруг будет небольшой скол, чтобы это все не по столу начало валяться, а приклеилось к скотчу. И легко было его можно убрать. Место, где мы будем просверливать, необходимо смочить водой, как я уже говорил, для того, чтобы охлаждать поверхность и сверло. И можно приступать. Как видно будет далее в видео, невозможно сразу же начать просверливать аккуратно и в нужном месте отверстие. Как раз для этого нам и нужна будет вот эта заготовка, чтобы в дальнейшем, как по шаблону, мы смогли аккуратно вырезать стекло в необходимом нам элементе, не повредив его. Если мы сразу начнем сверлить необходимый нам элемент, у нас получится с вами нечто подобное на нем. А это нежелательно, так как это будет очень некрасиво. Чтобы было удобнее и сверлить, и снимать, я закрепил этот небольшой элемент стекла. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Наклеиваем нашу заготовку на то место, где будем мы просверливать отверстие. Закрепляем его с помощью малярного скотча, чтобы она не ездила. Закрепляем углубление в нашей заготовке водой. Купаем к сверлению. Сейчас будет достаточно легко начать в нужном месте сверлить, так как у нас сверло не будет ездить, а будет находиться непосредственно в отверстии нашей заготовки. Поэтому сразу же получится аккуратно и красиво. Когда мы уже немного углубимся, можно убрать нашу заготовку, основу и продолжить уже сверлить без нее. Мы уже никуда в сторону не уйдем, поэтому можем смело продолжить сверление. После того, как мы просверлим примерно половину расстояния, необходимо нам перейти на другую сторону, чтобы более аккуратно вырезать стекло. Вратираем эту часть и далее переходим на следующую сторону. Вот так выглядит наше частично просверленное отверстие. Наклеиваем наш шаблон на противоположную сторону стекла, так чтобы она совпала с центром того места, которое мы будем досверливать. И продолжаем сверлить. Когда мы углубимся на несколько миллиметров, можно будет убрать шаблон и продолжить без него. Вот, наконец-то мы просверливаем наше отверстие. Теперь осталось это все протереть, чтобы не осталось ничего лишнего, ни грязи, ни потеков. И, в принципе, все. На этом наше отверстие готово. На этом видеоурок подходит к концу. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам информация пригодится. Вы ей воспользуетесь. Так что подписывайтесь на наш канал. Если видео вам понравилось, ставьте пальцы вверх. До новых встреч на канале Рептомир ТВ.